Заявок было порядка 60 и еще некоторое количество короткометражных фильмов, которые молодые мастера присылают, делая вид, что это первая серия сериалов. И мы все равно им очень честно всем даем обратную связь, потому что принцип нашего фестиваля это то, что мы очень благодарны. Каким бы вы ни были, там не знаю, Александр Цикава или начинающий кинематографист из Иркутска. В этом году у нас больше программа, потому что появились новые игроки, с нами впервые Иви, с нами впервые ВКонтакте. И это все отражение той особенности фестивального нашего и сериального мира, когда сериалов производится огромное количество, но события, они становятся в тот момент, когда у них есть какая-то площадка для премьеры, для централизованного обсуждения, переживаний, рефлексий. И пилот, конечно, стал таким местом. Первый раз вообще на фестивале по работе, потому что я больше не главный редактор журнала, я теперь продюсер. Раньше я бегал за актрисами, теперь они пусть за мной бегают. Сидишь по работе, смотришь кино, что может быть прекраснее? Почему пилот это супер крутое киношнее мероприятие? Потому что сейчас, к сожалению, я очень надеюсь, временно нет кинотавра. И пилот это, как мне кажется, очень достойная альтернатива ему. Здесь светскость присутствует, но это какая-то добрая светскость, и это очень здорово. Она больше, наверное, профессиональная публика, творческая. И здесь можно со всеми пообщаться, посмотреть, у кого какие наработки. И поэтому мы со своими проектами всегда участвовали в пилоте, и каждый год. И, по-моему, с самого первого фестиваля мы принимали участие просто от разных компаний. Я всегда присутствую тут. Это хороший, очень классный, гостеприимный и город, и фестиваль, и организаторы. На самом деле я ничего не ожидаю, потому что мне кажется, что это уже оценит сам зритель, когда посмотрит. Когда уже выйдут все восемь серий. Ну, это просто история про, в первую очередь, взаимоотношения между людьми, а не про мистику. Шакуров вообще мой герой. Я хочу быть, как он в его возрасте. Вот такие у меня фавориты. Сегодня мы узнаем, кто победил. Интересно, совпадет ли с моим. Я уверен, что совпадет. Замечательные сериалы. Я не могу сказать, конечно же, что все, но это субъективное мнение. Но некоторые мне понравились очень сильно. На первую строчку своего личного рейтинга я бы поставил «А сейчас рекламу». Вот это невероятная работа. Риналь, его зовут, фамилию, к сожалению, забыл. Потрясающе он играет. Но были и другие хорошие. Например, то, что делает компания «Среда». Это, ну, глаз нельзя оторвать от того, какая качественная картинка. Вот, допустим, их скандинавский нуар «Замерзшие». Ну, это так он называется, скандинавский нуар. Это очень красиво. Там есть какие-то маленькие вопросики по сценарию, скажем так. Немножко все это долго. Но глаз оторвать нельзя. Первого дня мои фавориты – это «Химера», «Капельник» и «Горемыки». Сегодня мне очень понравилось… А, господи, как же он назывался, который всем нам понравился. «Друг на час». Приз зрительских симпатий – «Друг на час». Большое всем спасибо. Для нас это была главная номинация. Мы этого и хотели. Отдельное спасибо каналу ТНТ и лично Аркадию Вадахову за то, что он поверил в наш пилот, в наш сценарий. И мы смогли дать этому проекту дальнейшую жизнь. Сейчас мы в съемках пилота. И уже весной на ТНТ вы увидите 8 потрясающих часов с участием великолепных актеров, которых вы сегодня уже успели все полюбить. И огромное спасибо жителям города Иваново, потому что та обратная связь, которую вы даете, она абсолютно бесценна. И ваш энтузиазм, ваше желание говорить, ваша, кстати, между прочим, очень высокая оценка своих ресурсов, она важна. То есть вы не думаете, что вот к вам приехали, и это классно. Вы знаете, что вы заказчик всех этих историй. И вы говорите то, что вы думаете, и мы это всегда очень ценим. И у меня всегда пытаются купить вот эти рейтинги, которые вы составляете в практибальной шкале, но я их никому не отдаю. Так что вы действительно локомотив всей этой истории. Продолжение следует...